Приветствую вас, дорогие братья и сёстры. Давайте поговорим сегодня о таком бренде как Superdry. Удивительно, но это британская марка одежды, которая сочетает японский уличный стиль и американский винтаж. Началось всё с Colt Closing, которая была создана Яном Хипсом и Джулианом Данкертоном в Челтенхэм в далёком 1985 году. Позже Данкертон встречает Джеймса Холдера, который работал в скорее всего известной вам скейтерской марке одежды Bench, отправляется в Токио и под впечатлением создаёт коллекцию одежды. Так появляется в 2003 году Superdry. Интерес к Superdry возрастает в много раз в 2005 году, после того как Дэвид Бэкхэм засветился на улице в футболке Осака 6 и кожаной куртке Брэд. Таких людей как Брэдли Купер, Кейт Уинслет, Леонардо Ди Каперо, Джастин Бибер, Кристин Стёрт, Перис Хилтон, Зак Эфрон, Пикси Лотт можно встретить в Superdry. В основном им тоже по душе кожаные куртки. Но есть такие, которым нравятся футболки, рубашки и так далее. Люди довольно известны, значит и тебе, дорогой зритель, тоже будет не стыдно лазить в таких шмотках. По найденным мною данным, компания не рекламируется у знаменитостей. Почему я говорю по найденным мною данным? Да потому что, пока я искал информацию про Superdry, я увидел много разной инфы. Кто-то говорит, что основана в одном году, кто-то говорит, что в другом и так далее. Одежда позиционируется как высококачественная, есть как и натуральные, так и инновационные материалы. В Инстаграме у них почти полмиллиона подписчиков, в Ютубе всего 6,3к. Ценовая политика. Давайте смотреть на примеры официального сайта. Легендарные кожаные куртки. Парка. Пола. Сумка. Я вижу, что у них много неоновых нынче модных цветов, много камуфляжа, много милитари. Классные технологические куртки. Вместе с тем есть и гавайские рубашки. Даже есть шорты, которые так любит автор канала, Макс пояснит. Так, что еще хочется сказать. Лично мне бренд нравится. Не все вещи, но большинство нравится. Также я смотрел обзор зимних курток от канала Кременюки. Они там очень нахваливали качество. И еще, это важно. Если у вас есть опыт использования, то конечно же пишите комментарии. Но пожалуйста, если у вас его нету, то не выдумывайте от ничего. Не придумывайте никакие сказки по поводу этого бренда. Потому что, ну некрасиво, когда вы будете вводить заблуждение других людей. Я понимаю, что не смогу особо это никак проконтролировать. Но вот такая просто просьба. Ну и конечно же пишите, понравился вам бренд, не понравился. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.